ну что заинтересовались тогда смотрите видео до конца давайте определимся что вообще понимается под самоходными орудиями или самоходками самоходная артиллерийская установка это боевая машина представляющая собой артиллерийское орудие смонтированы на самодвижущемся шасси и предназначены для стрельбы закрытых позиций и непосредственно огневой поддержки танков и пехоты в бою это современное определение а теперь укунемся в античность в эпоху римской империи и посмотрим как там обстояли дела с подобным вооружением еще древние греки придумали массу метательных машин которые применялись для стрельбы по живой силе противника а также для разрушения укреплений и стен городов они метали по врагу камни крупные стрелы или дротики горшки зажигательными смесями и эти баллисты катапульты помогали им воевать как друг с другом так и покорять соседние народы эту военную мысль развивали римляне они создали в каждом легионе целый парк метательных орудий разных калибров не будем перечислять их всех остановимся на карраболисте на вооружение римских легионеров были тяжелые орудия для разрушения стен городов и полевая артиллерия для поддержки пехоты она была стационарная например вот такие ману баллисты обратите внимание что это орудие стоит на распорках или сошках если их выставить перед строем легионеров то они могут обстрелить противник и выбить часть его бойцов и посеять смятение и ужас еще до рукопашного боя но если враг решительно наступает то очевидно что сделав пару выстрелов это орудие нужно будет срочно эвакуировать в построение очень неудобно и главное невозможно раскрыть весь потенциал этого оружия и римлянам пришла здравая мысль о том что артиллерию нужно сделать максимально подвижной в римском обозе было немало одноосных телег такого типа удобная в походе тележка легкая и маневренная загрузить в нее можно все что угодно в том числе и полевую артиллерию в один прекрасный момент кому-то пришла здравая мысль установить баллистов на тележку причем так чтобы с ним можно было стрелять по врагу гениальная идея была реализована на практике новое оружие оказалось востребованным быстро прижилось в армии wargame rus помимо подвижности поднятая над землей метательная машина теперь могла стрелять поверх голов пехотинцев с минимальным риском владеть своих когда это орудие стояла за рядами тяжелой пехоты мало кто обращает внимание на это ведь данный факт является очень важной особенностью нового рода войск когда пехоты сходятся в рукопашную не все шеренги участвуют в непосредственной схватке как правило две три из них бьются а остальные жду свою очередь до вступления в бой или же отдыхают после схватки и как раз по ним безпрерывно и в упор ведется прицельная стрельба при этом на коротких дистанциях чтоб позволяла эффективно пробивать и доспехи и щиты на противника это однозначно производила огромное психологическое давление вскоре пришла мысль сделать орудие более мощным и оно получило название карраболиста когда это произошло на колонии трояна в честь войны с даками видно изображение этого рода войск грубо говоря в сотом году нашей эры данные орудия уже были флавий вегеций описывал число карраболист в римской армии четвертом веке нашей эры послушайте его сообщение флавий вегеций краткое изложение военного дела книга 2 абзац 25 обычно каждая центурия имеет свою карраболисту баллисту поставленную на повозку которым приписываются мулы для перевозки и по одному человеку из каждой палатки то есть 11 человек для ее обслуживания и наводки чем эти баллисты больше тем дальше сильнее не метают стрелы они не только защищают лагерь но и в поле они ставятся позади тяжело вооруженной пехоты силе их удара не может противостоять не вражеский всадник одеты в доспехе не пехотинец защищены щитом таким образом в одном легионе обычно бывает 55 караболист римский легион по фронту оценочно растягивался на 300 метров за спинами воинов стояли 55 орудий полевой артиллерии римлян и били по врагу над головами своих воинов при этом если легион начинал наступать то и артиллерия наступала вместе с ним не нужно было снимать его сошек и тащить по полю боя очень эффективно вегетцы не пишет но караболисты можно применять и выдвигая их вперед перед строем пехоты и поражать врага еще до рукопашные но для этого нужна ровная местность и хорошо обученные войска которые могут быстро перестраиваться и пропускать сквозь свои ряды повозки также нужно отсутствие у противника конных отрядов которые могут догнать караболисты и уничтожить их колонна трояна это грандиозное сооружение прославляющее победу римлян над даками мы знаем ее в неокрашенном виде но когда она была создана 113 году нашей эры все фигурки были покрыты красками сейчас ведется скурпулезная реконструкция и ученые пытаются установить какие цвета были окрашены фигуры в цвете барельефы смотрятся гораздо эффектнее и информативнее как изобразили на колонне трояна караболисты на этом барельефе мы видим легионеров и две повозки они явно ведут бой так как метательные машины заряжены стрелами это не совсем ясно куда они стреляют перед ними стоят воины спиной к орудиям если это даки то самоходная артиллерия расстреливает их а противник в панике бежит то есть на лицо применение самохода отдельно от строя пехоты возможно что это фигура германского воина из вспомогательных римских войск по крайней мере он замахивается мечом на даков повернувшись к римлянам спиной при этом рядом и видим легионеров возможно противника скованным ближним боем с фланга обошли кораблисты и расстреляли их кто-то из наших зрителей оспорит нашу точку зрения это нормально мы же попробуем ее доказать если кара баллиста стояла всегда за строем пехоты то зачем в повозку впрягать мулов регионеры сами спокойно могли бы катить телегу след наступающим товарищем а так выходит что римляне сами себе придумали ненужные заморочки животных надо было как-то защищать от летящих вражеских стрел и дротиков раненый мол также мог создать лишнюю суету и перевернуть повозку но римляне зачем-то запрягали животных в повозку один мол достаточно крепкое животное и способен в одиночку тащить кораблисту да что мол даже осел справился с такой задачей посмотрите сколько в нем сил и энергии и мы видим что в повозку запрягали не одного а двух булов из этого следует что кораблисты могли вести маневренный бой и наверняка это делали при поддержке легкой конницы или пехоты ауксилиев тактика технические характеристики кораблисты начнем с подвижности в данной повозке не случайно запрягали мулов мол это смесь лошади и осла самка мула размером с лошадь и при этом более физически выносливая и может тянуть больший вес копыта мулов практически не изнашиваются на марше и не требует подков в отличие от лошадей это удешевляет кораблисту мол может тянуть повозку практически с такой же скоростью как и лошадь то есть примерно 40 километров в час во время бега мулы умнее лошадей и поэтому заставить их работать до смерти нельзя мол просто остановится и не будет выполнять самоубийственных приказов хозяина может же будет бежать до смерти ее легко можно загнать это качество не позволяло таранить бывые порядки противника на упряжках с мулами но этого от кораблист и не требовалось конструкция кораблисты было частично заимствована римлянами с греческой хироболисты и усовершенствована благодаря наличию металлические детали в конструкции рамы орудия удалось снизить ее общий вес и повысить прочность а это позволило увеличить мощность натяжение тетивы относительно скорпионов сделанных на полностью деревянной раме принцип действия орудия был торсионным то есть сбоку орудия были сплетены цилиндры в которых находились скрученные конские или человеческие волосы иногда применялись жилы животных в эту конструкцию зажималась плечо орудия энергия создаваемая скручиваем этих жил или волос передавалась в итоге метательному снаряду возводилось орудие при помощи специальных рычагов и упоров после прицеливания нажимался спусковой крючок и тетива высвобождалась и происходил выстрел кстати древний автор подчеркнул что кораблиста было очень прицельным орудием это принципиально и выделяла от анагров или каких-нибудь крупных баллист или катапульт теперь поговорим о дистанции стрельбы стивен бул сделал реконструкцию кораблиста и установил что убойная дальность не по защищенной цели составляет до 500 метров хотя это возможно неверный перевод это максимальная дальность полета стрелы и не факт что на такой дистанции она причинит смертельные ранения википедии сказано что такие машины стреляли на 306 метров хотя мне кажется что они опечатались и хотели написать 360 метров но это нормально для википедии статьи украинского реконструктора скорпиона говорится о прицельной дальности подобных машин в 100 200 метров то есть дистанция стрельбы со сложносоставного лука или даже дальше во всех исследованиях разные данные и при этом вообще не факт что реконструкторы сделали машину максимально соответствующими древним оригиналом так как технологии и секреты производства древних передавались от мастера к мастеру и оттачивались сотни лет иными словами современные реконструкторы древних орудий не всегда знают различные хитрости мастеров античности которые когда-то изготовляли эти машины они наверняка были и значительно влияли на боевые характеристики данных машин при этом когда сейчас пытаются реконструировать древним метательные машины применяют зачастую современные материалы что может улучшать качество получаемых изделий что также влияет на частоту эксперимента но мы все же сделаем предположение что на дистанцию в 300 метров хара баллиста в принципе могла стрелять сребавилась короткими стрелами или болтами длиной 60 сантиметров наконечник массивный граненый казалось бы сделай стрелу легче она улетит дальше но статье дмитрий уварова тактика технические характеристики метательных машин на сайте 10 легион сказано что легкий 70 граммовый болт при стрельбе на 300 метров теряет до половины энергии из-за аэродинамического сопротивления воздуха и вдобавок легко сносится ветром напротив тяжелый болт в несколько сот грамм почти не меняет убойную силу на все дистанции полета и значительно устойчивее а значит и точнее кстати 300 метровую дистанцию болт преодолевает примерно за девять секунд из-за этого следует что стрельба тяжелыми болтами велась как на коротких дистанциях так и на длинных поскольку временно конструкция болтов было тяжелая это подтверждает идею о том что они стреляли с кораблист и на большие дистанции у грубо говоря до 300 метров может быть даже дальше стивен булл и свои кораблисты с дистанции в 20 метров пробивал доску в 20 миллиметров для понимания толщина щитов редко превышала 12 миллиметров то есть щит будет пробит без проблем также данный реконструктор стрелял по стальным листам сначала он стрелял по листу толщиной в один миллиметр его кораблиста пробила на 1 сантиметр при стрельбе по двум пластинам общей толщиной 2 миллиметра вот также пробил их но наконечник врезался в доску которые были прикреплены пластиной всего на два миллиметра опять же не стоит забывать что если доспех пробит не глубоко то инерция отметательного снаряда передается телу и будет причинены тяжелые раны ну например сломаны ребра или ушибленные внутренние органы от которых боец может умереть или как минимум выйдет из боя скорострельных данных машин было не менее одного-двух выстрелов в минуту если их сравнивать с арбалетами примерно той же конструкции но есть мнение что карболисты стреляли даже быстрее обратите внимание на стрелы которыми стреляют эти орудия скульптор изобразил две стрелы как на ближней телеге так и на дальней и это не случайно еще древние греки делали некоторые свои орудия двухствольными например вот реконструкция греческого скорпиона вот здесь видно что метались сразу две стрелы люди дураками не были и стремились использовать орудия по максимуму если на дальность и точность не сильно влияет стрельба двумя стрелами то лучше увеличить шанс поразить врага в два раза военная мысль древних и современных людей очень сходна сначала появляется пулемет а затем его помещают на телегу и получают тачангу затем с телеги пулемет перебрался в броневичок и так далее то же самое с пушками сначала стационарное орудие потом дошли до самоходок при этом остались и классические пушки история развивается по спирали и современность имеет много схожих черт с прошлым так что кораблиста свое время наводила ужас на врагов империи пока на ее производство и содержание были деньги в казне исчезли кораблисты отчасти из-за их дороговизны а также из-за того что военные все больше и больше предпочитали пешему бою конный а при обоюдном использовании конницы места на поле боя для тележки с баллистой не нашлось теперь вы знаете как выглядели самоходное орудие древних римлян если видео понравилось смотрите другие наши работы про чудо орудия древних греков а в конце видео еще немножко полезной информации да и Продолжение следует...